Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Все Китай. Ну что, давайте посмотрим самые последние новости на сегодня. Поехали! Компания Oppo представила свой первый безрамочный смартфон Oppo F5. Смартфон получил 6-дюймовый дисплей Full HD+, соотношение сторон 18 на 9. Но процессор, конечно, унылый. Это Helio P23. 4 или 6 гигабайт оперативной памяти, 32 или 64 встроенной. В принципе, эта память нормальная, много. Но вот, конечно, процессор Helio P23. Да, решение, конечно, самое плохое, если честно. Итак, батарея 3200 мАч. Про быструю зарядку никто ничего не говорил. Но! У смартфона есть два огромных плюса. Первый – это основная камера на 16 Мп с диафрагмой 1.8. А вот фронталочка здесь просто королевская. 20 Мп, апертура 2.0. Даже есть портретный режим. Как видите, друзья, смартфон хорошо заточен под фотографию. Но вот стоимость, друзья, меня приятно удивила. 263 евро, друзья. Для Oppo это нормальная стоимость, потому что в основном смартфончики от Oppo стартуют от 300-400 долларов минимум. В любом случае, смартфон для нас не актуален, потому что прошивок нет, там только китайский или английский. Компания Xiaomi продала 4 миллиона смартфонов в Индии за один месяц. За один месяц 4 миллиона. Это очень хороший показатель. И в честь этого 2 ноября компания Xiaomi сделает презентацию новой линейки смартфонов. Да, многие подумали, что нам покажут Xiaomi Redmi 5, Redmi Note 5, но, к сожалению, нет. Многие источники говорят, что нам покажут просто линейку селфи-фонов. А учитывая, что у компании Xiaomi таких смартфонов немного, это Xiaomi Mi Note 3, у которого там фронталка офигенная, и Xiaomi Redmi Note 5A Prime, который у меня есть. Я даже сделал опыт использования, так что ссылка в описании, кому интересно. И все. Больше, по сути, нету смартфонов с офигенной фронтальной камерой. Поэтому вряд ли нам покажут Xiaomi Redmi 5 и Note 5. Также некоторые китайцы утверждают, что 11 ноября нам покажут Xiaomi Redmi 5 Plus. А все потому, что 11 ноября в Китае праздник. Да, день холостяка, мы прекрасно все это знаем, потому что распродажи везде, скидки, все очень хорошо. И почему-то китайцы думают, что 11-11 ноября компания Xiaomi в честь праздника покажет новую модель. Ну, не знаю, друзья. Мне кажется, если бы она хотела на этом навариться, то она бы представила данные смартфоны чуть раньше, чтобы 11 ноября сделать распродажу большую. А так, кто его знает. Характеристики пока что без изменений. Это типа безрамочный смартфон, 18 на 9, соотношение сторон до Full HD+. А вот процессор пока что остался под вопросом. Или Helio уже будет у нас, или же Snapdragon. 3 или 4 гигабайта оперативной, 32-64 встроенной. По батарее тоже пока что неизвестно, но скорее всего в районе 4000. Камера основная на 13 мегапикселей, фронталочка, ну, скорее всего, будет на 5. Оценили данное чудо в 150 долларов за младшую версию и в 196 за топовую 4-64. Но вот раньше все говорили, что топовая версия 4 гигабайта оперативной, 64 встроенной, обойдется в 166 долларов. А тут уже 196. Кто его знает. Но мне кажется, если компания Xiaomi сделает версию 3.32 в районе, там, ну, 140-150 долларов, то это нормальная стоимость за такой смартфон. Но при условии, что процессор будет от Snapdragon. Ну и последняя новость на сегодня уже по традиции каждый день. Это OnePlus 5T. Наконец-то, друзья, известно, когда нам представят данный смартфон. Наконец-то. Известный мастер утечек Evan Blast сказал, друзья, что 20 ноября компания OnePlus представит свой новый безрамочный смартфон OnePlus 5T. Но вот его коллеги из издания Giza China сказали, что, дружище, 20 ноября смартфон поступит в продажу. А вот презентация будет 16. Даже есть доказательства того, что 16 ноября нам покажут OnePlus 5T. Это очень хорошо. Характеристики пока что без изменений. Вы можете посмотреть в моем предыдущем выпуске. Ссылка в описании, друзья. Но пока что это все новости на данный момент. Надеюсь, данное видео вам понравилось. И вы меня, как всегда, будете поддержать лайками и комментариями. Ну а с вами был Димон. Канал Всех Гитая. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok